Здравствуйте! Вы смотрите программу «Точка зрения». В студии Анастасия Карева, редактор газеты «Московский комсомолец Мурманский» Владимир Шкода. У нас в гостях председатель комитета развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова и участник конкурса бизнес-проектов Романа Милай. Здравствуйте! Ольга Александровна, я знаю, что только вчера комиссия закончила свою работу и скоро молодые предприниматели получат гранты. Расскажите, пожалуйста, кто к вам пришел, с какими проектами, какие из них самые интересные, самые актуальные? Да, это уже третье заседание комиссии в этом году. Мы разделили эту работу на четыре этапа. В прошлом году у нас был всего один конкурс на получение грантов. В этом году и четыре этапа, потому что заявителей стало намного больше. Проекты очень разные. Много проектов из муниципалитетов Мурманской области, в том числе и отдаленных. Есть интересные проекты, есть проекты, которые связаны со сферой производства. Что нас радует, что стало меньше проектов, которые касаются оказания услуг, либо сферы торговли, то есть те, которые почти не создают никакой добавленной стоимости. Из интересных проектов, это проекты в сфере сельского хозяйства, переработки дикоросов, например, производства консервов из плодовочной продукции. То есть видно, что даже введение каких-либо санкций не сильно повлияет на наших предпринимателей, потому что они готовы. И видно, что если раньше люди боялись заниматься предпринимательством, боялись рисков каких-то определенных, то сейчас они видят, что можно работать стабильно, что есть различные меры поддержки. И финансовые ресурсы стали в какой-то мере доступнее, потому что мы и микрозаймы выдаем. Список видов поддержки очень широкий. И видно, что даже люди, которые, допустим, в возрасте за 50, они тоже охотно идут, те, кто, допустим, остались без работы, пишут бизнес-планы, проходят у нас обучение и в дальнейшем приходят за грантами, либо за субсидиями, в зависимости от того, какой бизнес-план. То есть сельхозпроект — это какой-то ответ на политическую ситуацию в стране. Мы показываем, что даже на крайнем севере можем производить что-то свое и выращивать, закатывать. Ну да, сегодня один проект у нас был из Никеля, что тоже удивительно, хотя раньше в Никеле был совхоз, который занимался сельским хозяйством. Сейчас люди сами начинают этим заниматься. Предприниматель у него, он содержит коров, бычков и так далее. У него, он хочет расширить свою сферу деятельности и заниматься еще изготовлением консервов из плодовощной продукции. В том числе и дикоросов, которые здесь у нас в регионе произрастают. Вы упомянули, что даже участвуют в конкурсе 50-летние северяне. Ну а нарисуйте такой средний портрет участника вашего конкурса. Мало предпринимательства. Ну, средний портрет — это самое главное. Те, кто доходят уже до комиссии, это люди заходят и у них горят глаза. То есть человек заражен своей идеей, он с ней спит и засыпает, и просыпается. И если задаешь ему вопрос, если вы не получите грант, будете ли вы дальше заниматься этим делом? Если человек говорит, что нет, я не буду, видно, что он своей идеей не болеет. А есть люди, которые говорят, я в любом случае буду этим заниматься, потому что я этим живу. Ну, там, допустим, у нас сегодня был проект по проектированию гидросооружений и так далее. То есть молодой человек, 24-летний архитектор, собрал такие же людей вокруг себя и хочет сделать такую компанию, которая будет заниматься оказанием таких услуг, которых в регионе, ну, допустим, очень мало. То есть это все-таки молодые представители с высшим образом или все равно? У нас есть критерии такой, что допускаются к участию либо наличие высшего образования, либо если человек пройдет наше обучение, которое бесплатно, мы его организуем тоже 4 раза в год по всей области с выездом в муниципальные образования, набираем группы и там учим людей. И в программе обучения какие вопросы обсуждаете в основном? Мы учим, во-первых, мы, люди некоторые, которые хотят заниматься бизнесом, пройдя обучение, понимают, что это не их. Они понимают, что нужно вкладываться, что нужно оценивать риски, что это дело такое, ну, связано с определенными рисками, и нужно обладать какими-то определенными качествами сподвижническими, чтобы этим делом заниматься. Многие там меняют свое решение, уходят, становятся наемными работниками. Мы помогаем им понять вообще, их ниша перспективна или нет, как они будут продавать, потому что человек, допустим, приходит с идеей, и спрашиваешь, куда, кому вы будете продавать свой продукт. И они не могут ответить, не понимают вообще, зачем это и почему. Помогаем писать бизнес-план, проводим оценку бизнес-плана для того, чтобы проекты вышли уже подготовленные на заседании комиссии. Мы тут обсуждаем портрет участника конкурса. У нас сидит представитель. Роман, расскажите, пожалуйста, почему вы пришли, какой проект написали, и я смотрю, что вы не с пустыми руками что-то хотите сразу же показать. Значит, да, у меня интересный, инновационный, что важно, проект с 3D-печатью. Ну вот, я посмотрел список, значит, других проектов в данной отрасли, нашел не так мало в нашем районе, в Кировске, в Апатитах, так и вообще не нашел. И я решил, что вот, что-что, а вот 3D-печать должна у нас как-то прижиться, быть востребована. Значит, провел достаточно глубокий анализ, посмотрел целевые группы, товарокомплименты. В общем, множество умных штук-дрюк. И когда осознал, что, возможно, это судьба, и тогда только подал заявку, написал бизнес-план, он прошел на конкурс. У нас есть был один из вопросов, который Олега Александровна как раз озвучила, который задают молодым предпринимателям, будущим предпринимателям. А кто аудитория, кто потребители? Вот для ваших, как вы говорите, штук-дрюк. Для моих штук-дрюк, значит, там аудитория достаточно большая, специфичная. Во-первых, Кировско-Патитский район — это то место, это такой кулак в сердце области, который насчитывает более 100 тысяч потребителей. А с учетом того, что товар может быть, ну, имеет такую туристическую направленность, некоторые вот эти приятные сувениры севера. Мы как раз изучали аналогичные товары, в частности, вот Киевстор, который производит эти с национальным колоритом футболки. Мурманск, они достаточно популярны. В Кировске есть аналогичные продукты футболки КРВСК. Они тоже широко расходятся. Я думаю, что памятные сувениры, там, Кировский Апатит, они должны быть популярны среди туристов. Также администрация постоянно заказывает какую-то сувенированную продукцию. Технология 3D будет направлена именно на нанесение рисунка, вот в таком, да, ракурсе или что-то другое? Отличный вопрос. Значит, на начальном этапе это будет производство неких сувенирных продуктов из ABS-пластика. Значит, потом, конечно, хотят бы перейти на какие-то более мощные, тяжелые, такие сложные технологии. В общем, пока что это будет обычный пластик, с которым, например, чехлы для телефонов делают или путы для телевизоров. Потом это будут различные, возможно, которые можно использовать в пище. Ну и, конечно, вершины, например, медицинские протезы. Но это очень дорогое оборудование. Не заглядываю даже туда. А первоначальные капитальные вложения на приобретение оборудования, какие вы оцениваете уровень? Ну, мой проект, он в порядке идет 280 тысяч, если не ошибаюсь. Вы вписываетесь в Кран-300 тысяч? Более чем. Изначально я думал заказать более простой аппарат, но потом я более тщательно проработал эти материалы и решили остановиться на таком достаточно более дорогом варианте, потому что там высокая точность печати, хорошая производительность. Оборудование отечественное или импортное? И импортное. Отечественный рынок крайне слаб в этом направлении. У нас не так давно появился только первый 3D-аппарат. Хотя, сделаю резко заявление, что даже студенты, например, третьего-четвертого курса смогут собрать 3D-принтер и написать к нему программу, которая сможет это делать своими руками, используя подручные средства. Но, так как у нас эта тема еще не очень развита, пока у нас рынок пустует. Нынешнее политическое обострение не повредит вашему проекту? Нет, у нас же Китай и Корея наши друзья пока что. Отлично, все понятно. Так что вы взяли с собой? Это небольшая приятная штука. Это 3D-ручка. Выглядит она достаточно непривлекательно. Но суть 3D-печати – это как раз переплавление пластика. То есть берется пластиковый прут. С помощью 3D-принтера он переплавляется и наносится слоями друг на друга. С помощью этого создается фигурка. То есть она как будто сантиметр за сантиметром его наносит. Это элементарная ручка. Я ее купил в Петербурге. Made in China. Наших прямых друзей. Она просто вставляется сюда, переплавляется. И с помощью нее можно создавать различные 3D-модели. А вы прям можете взять что-то сделать? Мне нужна розетка. Спасибо. 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 Продолжение следует... В общем, вот такие милые, забавные поделки получаются. Ну, вообще, с таким справятся даже дети. Мне это больше интересно в том плане, что носить в какие-то ряды уже существующие макеты изменения. Это можно делать наглядно, это можно делать репрезентативно, интересно, так сказать, с выдумкой. Ольга Александровна, хотите это помнить? Да, я хотела сказать, что Апатит у нас вообще такой один из самых активных городов в плане предложения каких-то необычных проектов. Больше всего, наверное, у нас грандополучатели из города Апатиты, потому что у нас там действует бизнес-инкубатор, и определенная среда уже сформировалась. И сегодня, вчера был еще очень интересный проект из Кировска. Это создание лаборатории анализов и медицинских услуг. То есть врачи, которые там работают, сами решили создать свое дело, пригласить еще специалистов и оказывать людям такие услуги, допустим, анализы в течение одного дня, которых у них до этого не было. То есть им не нужно будет ехать в Мурманск, там достаточно сложные анализы будут проводиться. И вот важно, что именно такие проекты, в том числе и социальные направленности, мы в первую очередь поддерживаем. Я познакомилась и с другими участниками конкурса, предлагаю недолго прерваться и вместе посмотреть наш сюжет. Своё место среди перечня проектов занимают туристические. Инженер пожарной безопасности Койско-атомной станции Вячеслав Пухлов задумал создать в Полярных Зорях маленький Олени парк. Идею подсмотрел в Финляндии, а потом взялся за написание плана и расчеты. На закупку оленей нам нужно около 300 тысяч. Всё остальное, это уже более мелкие затраты. Я провёл переговоры с лавозерскими предприятиями, которые готовы нам предоставить их и оленей. Провёл переговоры с Ашекевским лесничеством, который выделит нам участок для ведения деятельности. Ну а также согласовал с Кольской атомной электростанцией, потому что горнолыжный спуск является их собственностью. Проекты некоторых других участников уже успешно реализованы. Но чтобы развиваться дальше, нужна поддержка. Точка опоры может стать гранд-суммой в 300 тысяч рублей. Мой проект – это детская студия развития «Солнечный лучик». Это вообще, если честно сказать, мечта. Не просто проект. Проект, конечно, социальный. И я стремилась к этому, к тому, чтобы предоставлять услуги не только детям обычным, здоровым, скажем так, но и детям с ограниченными возможностями. Для этого предусмотрела, в принципе, при выборе помещения все условия. Сделали пандус для того, чтобы деткам с ограниченными возможностями удобно было подниматься к нам. Предусмотрели и комнаты гигиены, чтобы было удобно. А вообще у нас очень много интересного. В студии не хватает только слухотерапевтического аппарата, который позволяет корректировать речь малышей с помощью компьютерных технологий и мультимедийного проектора. Ну, чего все-таки начинается? Вы говорите, что учеба. Как попасть, как стать участником? Заявки на обучение у нас принимает Мурманский инновационный бизнес-инкубатор в городе Апатита и в городе Мурманске. Также заявка принимается в администрациях всех муниципальных образований Мурманской области. Можно обратиться туда. Группы формируются в муниципальных образованиях, в инкубаторе формируются потом общие группы. И в зависимости от того, в каком муниципалитете сколько человек, мы формируем точки, куда выезжают специалисты. Специалисты. Обучение проводим не мы. Мы проводим конкурс на отбор обучающих организаций, которые специалисты в этом деле. У них есть менторы, тренеры, которые опытные и знают, чему учить. Проходится обучение, получается сертификат. И дальше уже с бизнес-планом, который подготовлен в ходе обучения, можно прийти, подать заявку на участие в конкурсе грантов. А люди, у которых есть высшее образование, юридическое или экономическое, они могут и без обучения подаваться. То есть, в принципе, сейчас кто-то может посмотреть нашу программу. Конечно, вдохновиться и наконец-то реализовать какую-то идею, которая уже много лет у человека витает в голове. И интересно еще, что даже люди из очень отдаленных сел, таких, например, как Кузаминь, это село в Терском районе, которое все там засыпано песками, очень сложно туда добраться. У нас была вчера заявка по строительству гостевого дома для туристов. То есть, люди даже из отдаленных уголков Мурманской области не боятся. И вот, например, на прошлой неделе на выходных прошли масштабные мероприятия в Терском районе. Это и фестиваль Поморской Козоли в Кузырике, и юбилей Варзуги 595-летия. Очень было много туристов из Мурманской области, из Москвы, из Санкт-Петербурга. И в Умбе единственное кафе, которое там работает, это наш грантополучатель, который получил грант. И это единственное кафе, в котором у него там отбоя туристов нет. И турист рады, потому что до этого им негде было пообедать. И цены приемлемые, поэтому решаются сразу несколько задач. Ну вот приближается осень, у нас все-таки будут ягоды, наверное, в тундре и грибы. Кто-то из предпринимателей берется вот это направление развивать в плане сбора, переработки, продаж? Да, у нас такие проекты есть в Печенском районе и в Кандалакше. Люди решают проблему не только, допустим, реализации своих бизнес-идей, но и самозанятости населения. Они нанимают людей, которые там и от населения принимают эту ягоду, и нанимают людей специально для сбора дикоросов. А вот есть ли малый бизнес у нас, который ориентирован на крупные предприятия? Вот тот же ОАО «Апатит», «Североники». Вот это наша основная задача сейчас, потому что в стратегии Урманской области заложено формирование нескольких так называемых кластеров или точек роста. Именно это касается того, чтобы объединить малые предприятия вокруг наших гигантов, которые очень много заказывают услуг и работ на стороне, чтобы загрузить наш малый бизнес заказами. Это касается также и крупных инфраструктурных проектов, которые будут реализовываться в регионе. Это и транспортный узел, и проекты по созданию базы снабжения по обеспечению добычи на шельфе. Наша задача — сформировать предложение, объединить все наши малые предприятия, понять, что они могут делать, это и строительные компании и так далее. И обеспечить их заказами от тех крупных предприятий, которые у нас работают в регионе. Один из первых таких проектов — это Кольский химико-технологический кластер. Это как раз и есть взаимодействие крупных градообразующих горных компаний с малым бизнесом, которые будут обеспечивать выполнение каких-то работ, необходимых для них. — Ну и в любом случае, наверное, у вас уже проходила проработка направления развития малого и среднего бизнеса в плане освоения дальнейшей Арктики, Северного морского пути. Какие направления там востребованы? Чем бы надо людям заняться? — Ну вот вчера у нас, кстати, была тоже встреча в Апатитах. И предприниматель, который занимается строительством, тоже задавал этот вопрос. Как я могу выйти на рынок и как я могу получить заказ, допустим, от крупного предприятия? — Проблема в том, что у нас даже внутри области не всегда малый бизнес знает о том, что нужно крупному бизнесу, а крупный бизнес не знает о том, что он может это заказать у наших местных предпринимателей. Сейчас мы формируем базу тех компаний, которые… Ну это в первую очередь строительные компании, проектировщики, даже те компании, которые будут обеспечивать быт, потому что очень много будет работать людей, которых нужно чем-то кормить, шить им спецодежду. У нас сегодня два проекта было по пошиву спецодежды, ткани. Все закупаются российские. Раньше, ну вот сейчас в области мало было таких компаний, которые занимались спецодеждой. А сейчас их больше, потому что обеспечить крупный проект — это очень много мелочей, которые крупной компанией, ну им заниматься этим не с руки, а именно малый бизнес может и должен занять эту нишу. — А у меня тут другой вопрос возникает. Отлично, когда есть идеи, когда ее реализовывают. Какая доля есть контроля? Потому что вдруг кто-то, ну, где-то списал, содрал с интернета, взял, принес, показал, получил деньги и пропал. — Ну, контроль у нас осуществляется таким образом. Допустим, человек пишет грант и получает грант на оборудование. Он покупает это оборудование. В течение трех лет мы его мониторим, чтобы это оборудование использовалось. Потому что были случаи, когда люди покупают оборудование, перепродают его, берут там эти деньги и не занимаются больше. Ну, мы контролируем, у нас есть мониторинг, ну и в том числе этим занимаются и полномоченные органы уже, которые занимаются составом преступления в части мошенничества или хищения бюджетных средств. Такие случаи есть. Но сейчас их уже меньше, потому что резонанс эти дела всегда приобретает большой. И люди понимают, что это не просто так, что за каждую копейку бюджетных средств нужно отчитаться и действительно использовать их на те цели, на которые ты заявлялся. А после трех лет? А после трех лет уже это не начинающий предприниматель. Он выходит уже в свободное плавание. Ну и по федеральным требованиям после трех лет уже все, спроса нет. Но если человек три года прозанимался делом, то я думаю, вряд ли он уже решит все скинуть и забыть. Любое дело требует площади, помещений. Я понимаю, что можно и в квартире что-то небольшое организовать, или в кафе, в пристройке, или в гараже. А как вот решают вопрос обычно предприниматели в плане приобретения помещений, аренды? Ну вот многие у нас, один из критериев оценки заявок, это наличие помещения, где будет реализовываться проект. Многие приходят уже с договорами аренды, либо на муниципальные площади, либо на частные в городах. Многие уже приобретают собственность. Вот у нас был проект из Ревды, строительство в Ревде, вернее не строительство, а развитие и реконструкция гостиницы. Там уже есть договор аренды, например. Есть люди, которые приходят с собственными площадями, как, например, швейное ателье в Апатитах. Девушка, она одна работает, и она уже сама приобрела в собственности это помещение. Ну это один из критериев того, то есть это дает повышающий балл, что человек, если он заключил договор аренды, то понятно, что намерения у него серьезные. А этот договор аренды, этот грант, он может покрыть? Да, у гранта цели и на приобретение оборотных средств, основных средств, оборудование, реклама, ну то есть наиболее такой широкий спектр. Ну и учитывается еще, естественно, вклад самого предпринимателя и его собственные средства, потому что если человек готов что-то вложить, то тоже это фактор того, что он серьезно будет этим заниматься. Какие-нибудь статистические выкладки можете привести, допустим, в течение года уже было выдано 100 катагрантов на такую-то сумму, допустим, они дали продукции или там услуг оказали на такую-то сумму в прошедшем, допустим, году? Ну вот у нас, смотрите, получается, что в том году мы выдали порядка 100 грантов, гранты от 300 тысяч до 900 тысяч рублей в зависимости от количества учредителей. На эти цели мы обычно расходуем около 25-28 миллионов рублей, это средства федерального и областного бюджетов. При подсчете эффективности мы учитываем, что начинающие предприниматели, пока они раскручиваются, естественно, с них, как говорится, спрос меньше, чем с действующих, потому что у них и прибыль меньше, и они, допустим, оборот меньше, пока они выйдут на нормальные объемы. А вообще в Мурманской области на 1 рубль средств бюджета в виде субсидий приходится 6,3 рубля в виде налогов, возвращаемых во все бюджеты всех уровней. Спасибо, хорошо. Ну и пример, может, вы приведете вот такой оригинальный проект, который реализовался, ну 3D меня вот уже порадовало, а есть еще, может, какой-то, который именно удивили комиссию? Я даже не знаю, у нас все проекты такие хорошие. Все удивительные. Ну вот очень много проектов в сфере туризма, когда действительно люди придумывают что-то необычное. И еще нас радуют проекты в сфере социального обслуживания населения. Это, допустим, какие-то, например, центры развития и пребывания инвалидов. Допустим, много очень детских центров, частных детских садов. То есть мы стали больше внимания обращать не просто на извлечение прибыли, но и на решение каких-то социальных вопросов. В том числе, допустим, тоже оказание и специфических медицинских услуг, услуг для детей. Есть проекты, сегодня был такой проект, который молодой человек, он нанял несколько заключенных бывших, которые у него будут заниматься пошивом как раз вот спецодежды. То есть он решает вопросы трудоустройства людей, которые, ну, им сложно социализироваться, да. Может быть и снизится их процент рецидива, потому что у нас, у тех, кто трудоустроит заключенных, только 90% они остаются. А по России этот процент намного выше возврата обратно в места лишения свободы. Поэтому это очень важно, что именно социальные задачи решаются самими предпринимателями. И в перспективе вообще государство движется в том направлении, чтобы и наши госуслуги отдавать, ну, то есть переводить социальные услуги, отдавать их на предпринимателей, чтобы предприниматели оказывали эти социальные услуги. Это удешевляет и конкуренция повышает качество. Те же частные школы, частные детские сады и так далее. Из 54 проектов, которые были представлены, комиссии, сколько получат гранты и когда мы увидим этот список? Список мы увидим в течение пяти рабочих дней на сайте бизнес-инкубатора. И мы всех будем уведомлять, подсчет еще ведется, поэтому результаты, я думаю... Ну, обычно у нас, исходя из практики предыдущей, больше половины проходит точно, потому что проекты приходят уже подготовленные. Мы говорили об участии малого бизнеса в крупных проектах, связанных с крупным бизнесом. А у нас есть, в общем-то, регион военизированный, есть большие и своеобразные войсковые соединения. Ну, тот один Северный флот чего-то стоит. А есть какие-то примеры ориентирования малого бизнеса и среднего на эти структуры? Показание им услуг каких-то? Ну, вообще отрасль обеспечения обороны страны, она как всегда у нас была, и так и должно быть, она несколько закрыта. Но мы здесь в какой части решаем вопрос? Что семьи военных, молодые в основном военные, у них у всех по двое, по трое детей. И услуги мы, то есть у них спрос достаточно платежеспособный. Сами видите, сколько у нас очень много и автомобилей, и торговых центров, где люди оставляют свои деньги. Вот, допустим, в Североморске был проект детской парикмахерской. То есть даже в Мурманске их только одна или две. Именно ориентированные на детей, где кресло в виде машинок, игрушек, психологи работают с детьми. То есть мы обеспечиваем для военных, для тех людей, которые живут в закрытых территориальных образованиях, качество жизни, чтобы они жили там и получали все виды услуг, которые им необходимы, не выезжая за пределы этого ЗАТО. Ясно. Спасибо, спасибо за то, что поделились такими интересными идеями. Может быть, кто-то услышит и сам что-то свое придумает. Да, мы надеемся, что людей, которых будет развиваться эта предпринимательская жилка, будет все больше и больше. И мы их будем поддерживать всячески. Спасибо, Раун, удачи вам. Спасибо. Станете ли вы за успех грантополучателем. Спасибо вам за ваши вопросы. Это была программа «Точка зрения». Смотрите каждый четверг на телеканале Арктик ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова